Эй, здорово! Вы очень просили, очень просили посмотреть новое видео деда, где он отвечает на вопросы от подписчиков, на один миллион подписчиков, мы его с этим поздравляем. Надо похлопать. А, да. Что? И мы смотрим видос, естественно, на что он скажет? А, да. Поехали. Можно мне один лимончик? Пожалуйста. Упс. О, тысяч вопросов. Ядрен батон. Ну-с, поехали. Будет ли видео, как делать анимации? Не уверен, что я отличный учитель в этом плане. Какой самый удачный день в моем детстве? Любой день, в котором я никуда не вляпался. Ты когда-нибудь обманывал? Нет, конечно. Вы что? Как можно? Я же самочестность. В какой программе ты рисуешь? Программа Adobe Animate. Ну и еще к ней пригодятся руки и звания. Сколько ты знаешь языков? Я знаю украинский, русский, ну и немного китайский. Типа сень, дай чай. Слышно было по акценту, что украинец. Есть нормальная работа. Ютуб это и есть работа. Ну и как мне кажется, совсем даже уж неплохая. Будет ли еще другой канал типа игр? Так он уже есть. И да, на нем будут скоро выходить постоянно видео. Так как сейчас я все силы буду ткать только на эти два канала. Ну конечно. Поднялся мне саму анимацию. В этом году, как вы заметили, стиль уже немного сменился. И постепенно и дальше будет меняться. Какой-то более плавный. Как ты научился так забавно ругаться? Да как-то не думал, что такому можно где-то научиться. Или есть такая школа? А? Не подскажешь? Ну пару приседаний в день я точно делаю. Когда сажусь пожрать, ну и когда посрать. Кент до сих пор твой друг. Да, но видимся мы с ним уже очень редко. И канала у него своего пока нет. Голос настоящий и обрабатываешь ли ты его? Да, голос настоящий. И нет, я его не обрабатываю. Только слегка физически искажаю. Ну это чуть-чуть искажает, мне кажется. Скорее всего нет. Так как я типа один за всех и сам за себя. Ну и вы за меня, а я за вас. В какой стране и в каком городе ты живешь? Я украинец и живу в Украине. В Днепропетровской области. Ну вот где-то тут мой город. Кто озвучил Ангела в видео? Как я встретил Ангела играя. Ангела озвучила девушка с канала Айри Джо. Она же озвучила и Вику в видео. Ну здравствуй, Опа Новый Год. Так что можете и сами. А Вику смотрели? Почему в детстве ты вытворял? Смотрели про Опа Новый Год. Да все просто. Интернета не было. Ооо, ну район был какой-то свой. А по телеку показывали одни сопливые сериалы. Вот и писали себе на жопу приключений. Чем ты любишь заниматься кроме видео? В свободное время я постоянно обучаюсь чему-то новому. Мне всегда хочется все больше и больше знаний. Ну или же просто поспать. Там образование. Чаще выходит. Сколько тебе лет? Мне сейчас уже трудно. Ой, прикринейки. Я всегда когда слышу аниматоров по голосу, кажется, что они такие все молодые. Лет по-другому. Я хотел показать на миллион. Я помню, я помню, обещал. А может не надо? Ооо, сейчас сколько вопрос бы. Ну что тут у нас? А ты что тут делаешь? Ты идиот. Да где? А сколько? Так я это. Блогер типа. Я думал лет 30. Вообще, блин, я всегда думал, что аниматоры как-то, они все молодые, мне кажется. Как будто по голосу они так чуть-чуть искажают его. И как будто, знаешь... Мне кажется, лет по 20-25. Вот такой вот, да. А потом узнаешь, что в основном всем по 30 где-то лет. Да, там Мармаш, помню, что они не показывали. Добряк ему... Мармашу около 30. Добряк, мне кажется, самый молодой. А Добряку сколько? 27. Мирби. Мирби. Мирби 20 лет или сколько? 22 года. Да? Да. Вот так вот. Ну, я просто в кадр хотел попасть. Ну, из-за дед взрослый. Да. Ну, кажется, самый взрослый. Не знаю, сколько лет. Ну, шоу сказать? Ну, он не сказал, сколько. Ну, вот, честно, если я такого человека увидела бы на улице, я никогда в жизни не подумала, что он аниматор. Не знаю, просто я представляю аниматоров, знаешь, таких... Как, знаешь, мнение художника. Там в берете краска такая наляпанная. Такой, знаешь, там комбинезон с кисточками такой весь идет. Ну, тоже знаю, знаешь, аниматор какой-нибудь там, не знаю, с цветыми волосами, какими-нибудь там, бешенными прическами какой-нибудь там, кардашкой, знаешь, там, с какими-нибудь рюкзачками, с мягкими игрушками. Ну, не знаю, что-то такое я представляю. Вот, там, а... У тебя стереотипное мышление. Ну, да. А X-21 я представляю такое, ну, типа, ну, просто такой чувак, из-за такой, знаешь, там, футбол посмотрел, там, чё-то такое, вот, чёткий, да. А дедов аниматор. Да ладно, ладно, чё ты? Иду я, иду, платит он. Три рубля платит, козёл. Ну, похоже, что ты, кажется, начало как будто. Нет? Понабираю. По объявлению. Нет? Рэпер какой-то? Нет, да, рэпер-хопник. А, да, у нас же ещё вопросы остались. Ну, поехали дальше. Блин, прикольно, сколько ему реально лет, интересно, он такого не сказал. Самый важный вопрос, что это за кот без усов? О, да, всё за кот, всё за кот. На самом деле всё просто. Жил у меня когда-то кошара, который был лучше, чем собака. Куда бы я ни пошёл, он всегда бежал за мной. И был рядом. А, поэтому на каждый видеокот. Когда я убегал от кого-то, он тоже со мной убегал. А без усов он, так как раньше мы почти каждый день полили костры. Ну, и он иногда сунул свою морду сильно близко к костре. У него нет инстинкта самосохранения. Ну, этот шалопай бегал постоянно без усов. Изучал. Короче, был он настоящим подшмаленным другом. Подшмал. Ну, на основные вопросы я ответил, а на все просто нереально. И да, вот моя официальная страница ВК. Я, кстати, добавился, друзья. Ссылки будут в описании и в первом комментарии под видео. Эх, ля пота. О, тут с ногами. О, арт. Слушай, у меня, походу, скоро будет такая же ставка в конце, как закатуна. А, да-да-да, точно, ему рисую, да. Да, тут похоже на Сландермена прямо, смотри. Слышишь? Я тут заметила первый раз так ножки. А, не, не первый, точно. Он же в трусах тоже. Только в серых трусах. Ну что, ты узнала что-нибудь новое? Да, я увидела, как он выглядит. Кажется, ты представляешь всех аниматоров такими? Вот такие, как они показывают. Молодыми такими, как школьники. Я представляю, что это вот их персонаж, как в реальной жизни. Я никого не представляла, как они выглядят вообще. Вот добряк, там, да, мармаш, закатун. А потом смотришь, там, закатуна в инстаграме. Что за мужчина? Ну да. Непонятно. Найса тоже видела, тоже какой-то мужчина, понимаешь? Вот только, наверное, у меня ожидания реально сложились более-менее. Это с мармажом, с большего. Ну да, так, с большего. И с Мирби. Вот Мирби такой... Нет, я тоже как бы сложилась в общем, но всегда по возрасту кажется, ух, ничего себе, а он такой взрослый. Ну, наверное, самый молодой из всех Мирби, мне кажется. Ну, из всех, кого мы знаем, кого мы смотрим аниматоров. Мы мало смотрим аниматоров. манаматров манаматров ой в общем ну конечно да он очень удивило грудь я реально про тучек это в жизни не подумал что там стереотипно мышление может все что угодно просто весь человека да и как-то подсознательно знаешь ты человека и как бы знаешь и думаешь такой ты идешь по улице думаешь о чем может и человек заниматься по жизни а чем вот это заниматься по жизни и значит как-то представляешь ну ты наверно все наши ассоциации с детства то есть наверное представляли знаешь все артёмы пример вот такие все артёмы такие оказывается находится артём который вообще другой или все козероги такие все насти смажетшие да 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 которых мы себе придумали блин вообще прикольно мне кажется что таким образом становится ближе к аудитории и вообще хорошо можно заходить заводить свой профиль там в инстаграме например после же свое лицо и только знаешь вот единственное тоже кстати про добряка начали говорить я вспомнила что аниматоры говорили в принципе у добряк там армаш что они такое типа дружественное сообщество они там вместе с друг другу рекламируют а видишь тут у него спросили будет сделать коллаба а экзавадит мне кажется вот он как-то от них ну в далеке стоит то есть отдельно я в принципе как-то по его роликам понимала что вот они как-то друг другу никто никогда не ну не рекламируют там даже не вышел новый ролик получается видишь не с ними и он как бы сказал что типа я как бы как сам по себе как одиночка вот жалко как-то я я наверное думаю потому что почему 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 у него другой стиль анимации потому что может у него только недавно появились эти как-то рост помнишь недавно смотрели было только полмиллиона то сейчас уже миллион полмиллиона тоже очень большой канал так как типа как молодой типа резкого возросший ну знаешь я помню как раз таки говорил добряк что не даже молодых аниме у которых там по 10 тысяч подписчиков рекламируют не ну да может те которые вроде может быть там какой-то типа независимый существовать хочу сам делать можете скатистория может быть они там как-то связывались просто можете срослось просто может что-то мы не знаю может может быть поэтому вот тут вы конечно остался вопрос а такой кажется мне уже личные это уже перебор такое задаваешь личное дело до по любому вообще до лучшего прикольно мне даже к это степени было как-то интереснее чем некоторые его видео обычной мультики. Как-то быстро так время прошло, потому что он, ну, как-то и показал, и рассказал про кота, там, и себя показал. В общем, прикольно, да. Мне нравится такие разговорные видосы. В общем, вот такая была реакция. Спасибо вам за просмотр. Всем пока! Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.